Брачное одеяние Брак есть таинство, в котором жених и невеста перед священником и церковью дают обет хранить взаимную верность друг к другу. В обряде венчания их супружеский союз благословляется церковью. При совершении этого таинства испрашивается и подается благодать Божия для взаимной помощи и единодушия, для благословенного рождения и христианского воспитания детей, пишет священник Серафим Слободской. Первое свое чудо Иисус Христос совершил на брачном перу в Кане Галилейской, превратив воду в вино. Это стало символом того, что плотское начало брака превращается в духовное. С тех пор совершающие таинство брака пьют вино из одной подаваемой им чаши, в знак того, что должны жить единодушно, деля вместе радость и горе. «Я беру тебя, беден ты или богат, здоров или болен, добр или зол», говорилось в одном из древнейших чинов венчания. В браке каждый из супругов принимает другого таким, каков он есть, и берет на себя бремя его несовершенств. В своем избраннике или избраннице мы видим свое природное дополнение и видим его не так, как другие. Любовь открывает нам глаза души. И этим новым взглядом мы способны прозревать глубины и истинную сущность любимого человека. В свете чистой любви мы видим в нем образ Божий. Брачный союз, союз любви, мира, благорасположения и внутреннего единения супругов, мудрый брак – это остаток рая на земле, подобный тихому острову в море жизненных невзгод. Господь установил брак еще до грехопадения первых людей, сказав, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек, «Вот кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа». «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее». В христианстве брачный союз уподобляется духовному единению Христа и Церкви. «Подобно этому высочайшему союзу, брак мужчины и женщины рассматривается как единое целое, и жена уже становится частью мужа, а муж – частью жены». Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж – есть глава жены, как и Христос – глава Церкви. Брак есть ключ, открывающий путь к чистоте и любви. «Благодаря браку мы получим двойную силу к великой радости друзей и горю врагов». Поэтому супруги, муж и жена обязаны всю жизнь хранить взаимную любовь и уважение, взаимную преданность и верность. В браке два человека, благодаря тому, что они друг друга полюбили, становятся едиными. Брак – место, где рознь кончается, где начинается осуществление единой жизни. И в этом самое большое чудо человеческих отношений. Двое вдруг делаются одной личностью. Два лица вдруг, потому что они друг друга полюбили и приняли до конца совершенно, оказываются чем-то большим, чем двоица, чем просто два человека, оказываются единством. «Оставят человек отца и мать и прилепятся к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть». Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Только по жестокосердию людей говорил Христос в беседе с фарисеями. Допускается развод. «Кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует». Церковь дает разрешение на развод, если один из супругов уже совершил прелюбодеяние. Уже произошло разрушение того нерасторжимого единства мужа и жены, которое и составляет основу брака. Снисходя к немощи человеческой, Церковь может благословить только три последовательных брака, заключаемых в силу уважительных причин. Повторные браки допускаются Церковью исключительно ради того, чтобы избежать возможных грехопадений безбрачного человека. Поэтому, чтобы сохранить святость и чистоту христианского брака, от супругов требуется взаимная выдержка, терпение и сострадание, готовность идти на жертвы. Удивительный пример семейной жизни в Боге и по Богу дает нам житие святых Петра и Февронии, муромских чудотворцев. Князь Петр, выполнив данный им обед, женился на простой крестьянской девушке. Несмотря на требование бояр расстаться с женщиной низкого звания, он ее не покинул, а отправился за ней в изгнание. Бог вознаградил верность преданных супругов. Они возвратились на княжение и, завершив счастливую семейную жизнь, умерли в один день. Взаимно помогая переносить друг другу тяготы земного пути, муж и жена составляют со своими детьми малую церковь. «Не прилепляйся к супружеству Плотскому, но стремись к духовному», писал святой Василий Великий. «Заботься не на земле оставить детей, но возвести на небо. Рождай души и воспитывай детей духовно». «Где муж, жена и дети в согласии и любви соединены узами добродетели, там посреди Христос». Редактор субтитров А.Семкин